Я остался в седине неба и луна, голая, довольная луна, голая дорога, да и то не моя. За мною зажигали города, глупые чужие города, там меня любили, то же это не я. Кстати, ребята, все, кто хочет добыть себе тактическую одежду от Гейна Тактикс, можно сделать это через группу Страйкболь. Ссылка будет в описании. А вот интересно, можно ли у них добыть костюмчик на обзор? Что это вообще за одеяние такое? Ну что, граждане и товарищи, пенсионеры, пионеры. Сезон подошел к концу, но не подходит к концу нашей выпуски. Добро пожаловать в очередной обзор от 151-го убежища. В моих руках находится ЦИМА 005. Раз, два. А начнем мы, пожалуй, с приклада. Приклад у нас целиком и полностью из пластика, за исключением тыльника. Тыльник прорезинен. На удивление, он неплохо крепится. В отличие от своих собратьев тех же серии АК с таким же вот прикладом. Он раздвигается, привод достигает длины 780 мм. Если его сдвинуть полностью, что, к сожалению, у меня это невозможно, потому что мешает проводку аккумуляторной батареи ЛИПО, то длина его будет всего 700 мм. Что говорит нам о том, что привод предназначен для близких контактов и тесных обнимашек. Корпус данного привода выполнен из металла, но, к сожалению, не магнитного. Сами судите о его крепости. Механический магазин выполнен из листового металла, к которому пристает магнит. Но, пожалуй, опять же, единственная часть, которая является стальной. Дальше у нас идет цевьё с четырьмя респланками, которые закрыты крышками для удобного удержания в руке, для того, чтобы респланки вам не резали пальцы. Респланки выполнены из немагнитного металла, так же, как и, собственно, само цевьё. Под цевьём у нас находится внешний ствол, который заканчивается пламя-гасителем. Так же металлическим, но, к сожалению, не магнитным. Стандартное прицельное приспособление для этой серии. Чем отличается от привода всех остальных своих собратьев? По всему корпусу данного агрегата есть одна большая планка Пикатинни или Респланка, на которую вы можете прицепить любой прицел, который вам нравится. Также интересно заметить, что при сведении привода у нас присутствует возвышение с Респланкой, который, в принципе, можно снять. Зачем оно нужно? Ну, я думаю, скорее всего, для того, чтобы прикрепить на него маленькие каллиматорные прицелы. Единственное, что меня повергло в состояние ступора, это прицельное приспособление. Да, спереди это стандартная мушка для М-серии, А вот сзади прицельное приспособление скорее напоминает механический диоптрический прицел для винтовки, чем для CQB-версии. Почему? Ну, потому что, во-первых, оно одно, и там отверстие настолько мало, что для быстрого прицеливания этого недостаточно. Хотя, я вру, пожалуй. Видно, даже очень неплохо видно. Хотя, дырочка очень маленькая. Но, по моему скудоумному мнению, здесь должна быть дырочка чуть-чуть побольше, по причине того, что эта винтовка все-таки предназначена для более близких контактов. Но не беда, ее всегда можно заменить, докупить новую штуку и просто здесь открутить винт отверткой типа лопата и поставить новое прицельное приспособление. Внутри у нас прячется гирбокс стандартной третьей серии для ЦИМы. Также в корпусе у нас помещается камера Хопапа. Для того, чтобы подобраться к камере Хопапа, достаточно взвести наш агрегат. Представим себе, что это боевой и сделаем это эпично. Откидывается шторка и под ней находится камера Хопапа. Также металлическая, регулирующая с помощью поворота колесика. Для того, чтобы закрыть камеру Хопапа, чтобы туда не попадала грязь, при этом оставить откинутой шторкой для антуражности, достаточно нажать на кнопку сброса затвора. Оп! Шторка у нас закрылась, грязь не попадает. Но рекомендую вам закрывать еще и дополнительную шторку. Зато можно антуражно пощелкать затвором. Еее! О недостатке начнем, как обычно, с прикладов. Стандартный телескопический приклад от Цимы, к сожалению, как всегда, очень сильно болтается. Решение вы уже слышали ранее, как избавиться, собственно, от этого люфта. Но, сами слышите, он даже гремит. Собственно, требует доработки и фиксации. Вторым недостатком М4РАЗ-2 я, пожалуй, назову кнопку сброса магазина. Почему? Ну, потому что у меня было с чем сравнить, и в руках я держал другие приводы других компаний. И кнопка здесь очень сильно выпирает. При этом нажатие на нее достаточно мягкое. И когда вы кладете палец вдоль пусковой скобы, то зачастую вы ненароком можете на нее нажать. И, собственно, можете потерять свой магазин. У кого пальцы длинные, тому еще сложнее. Вторым легким недостатком, или, скорее, недоработкой компании, я назову шторку, которая у нас закрывает камеру хоп-апа. Интересно, что зубец, удерживающий саму шторку, пластиковый, и, скорее всего, износится довольно быстро. Палец, который удерживает саму эту шторку, то есть ось сама шторки, по которой она гуляет, то есть на которой она висит, очень сильно гуляет и не зафиксирована. Если бы не пластиковое кольцо, которое удерживает у нас, скорее всего, цевьем, к сожалению, конструкцию я не знаю, и если бы он не упирался в него тупо, мы бы его просто взяли бы и потеряли. Ну, я бы сказал, что тут необходимо его зафиксировать, потому что фиксируется он буквально на одно маленькое тоненькое колечко, которое, не знаю, болтается и очень хлюпкое. Ну, в принципе, шанс потерять ее, я считаю, довольно велик. Также для продвинутых игроков скажу, что в комплектацию входит бункерный магазин на 300 шаров. Бункер рулит, а если их закупить 5 штук, то вообще можно ходить как пулеметчик. Следующим недостатком могу назвать антабку данного привода. Он выполнен не из стали, поэтому качество его могут вызывать сомнения. Разумеется, если вы считаете по-другому, пожалуйста, пишите в комментариях, хотя бы вот по этой мелочи. Следующей мелочью являются сами вот нашлепки на рис-планку. Они гуляют и, собственно, люфтят. Посему и крепления ее довольно простые и мягкие. Не знаю, возможно ли их потерять, но на той же ЛЦТ я снимал с очень большим усилием. И такого люфта не было замечено. Да, кстати, по люфтам. За исключением приклада, все остальное сидит монолитно. Как и пистолетная рукоять. Хотя, в принципе, совсем чуть-чуть туда-сюда ходит, но это не критично. По качеству внутренки я посчитал несколько форумов. И убедился, что ЦИМА это действительно настоящая лотерея. В частности, например, от М-серии. Это действительно дичайшая лотерея. Некоторые могут работать, вера и правда, вам достаточно долго. И, как минимум, один сезон они точно гуляют. А некоторые даже и пол пакета шаров не выдерживают. И у них срезают шестеренки. А причиной всему этому является некачественный шимминг. То есть, покупая данный привод, я вам очень рекомендую пройти технический осмотр. Даже невооруженным глазом я могу выявить один существенный недостаток данного привода. Это ее проводка. Так как она выходит в приклад, она очень легко доступна. И можно посмотреть, из чего она, собственно, состоит. Это очень жесткий провод. Но он жесткий настолько, ну не знаю, наверное, как стальная проволока. Ну, скорее всего, там находится алюминиевая проводка. Поэтому я считаю, что она достаточно ломкой. И постоянно доставая эту проводку и укладывая ее обратно. И иногда применяя силу для того, чтобы забить аккумулятор туда и закрыть заднюю крышку. Эти провода будут, скорее всего, быстро изнашиваться. И могут привести к перелому. Готовьтесь к тому, что вам придется поменять проводку. А во всем остальном, данный привод представляет из себя довольно неплохую игрушку для начинающего уровня. Которой можно пользоваться прямо из коробки. На выходе 0,20 шаром. Стандартные 125 метров в секунду. Для тех, кто любит М-серию, могут спокойно ее покупать. Потому что цена на нее не кусается. Так сказать, это бюджетный вариант. Ну что, я считаю, что самое время пострелять. За моей спиной находятся привычные нам уже воздушные шары. По которым мы, собственно, и будем вести огонь. Расстояние тут смешанное. Начиная от 15, заканчивая где-то 20-22 метрами. К сожалению, меня выгнали с моего старого места. А точнее, в том месте построили дорогу. Поэтому мы будем стрелять опять в экстремальных обстоятельствах. В диком-диком лесу. Немного техническая составляющая. Привод снабжается 0,25 шарами. Расстояние у нас незначительное. Начиная от 15, заканчивая 20 метрами. Это вот самый маленький синий шарик. Вот где-то вот здесь. Тут на расстоянии около 25 метров. Окружающая обстановка. Очень-очень влажно. Где-то 90%. И температура около плюс 5. Ну, потому что у меня руки действительно об металл. Немного замерзают. Что сказать, что я не умею стрелять? Я умею, если очень близко. Теперь я попробую поработать слегка над кучностью. Я сейчас отойду на 15-10 метров. И попробую одиночным огнем поразить вот эту мишень. Посмотрим, как кучно лягут шары. Ну, вы, в принципе, сами все видите. Сейчас расстояние максимально приблизено к 30 метрам. Ну, то есть, это наиболее часто встречающие формы контакта на открытом пространстве. Ну, что, могу сказать, попадание. Раз, два, даже тут три, по-моему, есть. Ну, в принципе, на расстоянии 30 метров поразить мишень размером с тарелку. Как два пальца об асфальт. Как видите, мишень поражена и 30 метров для этого привода. Несмотря на то, что он все кубичный. Нет никаких проблем попадания. Вот, 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 вот. Ну, сами все, собственно, видите. Это не я пальцем делал. Это привод шариками натворил. Думаю, самое время подвести итоги. CIMA 005 показала себя с очень хорошей стороны. Я удивлен. На самом деле, неплохая кучность. Неплохо шмаляет. Хорошая скорость. Думайте сами, решайте сами. Покупать или не покупать М4 раз-два. Если вылечить детские болячки, типа приклада или, типа, болтания магазинов. И убрать некоторые люфты, которые вам будут мешать по жизни. Сделать ТО, достойное ТО. Поменять проводку. То, веро и правда, этот привод вам послужит, я думаю, достаточно долго. Если, конечно, ими не начать ломать кирпичи или не выламывать двери. Ну, а на этом у меня все. Или почти все. Спасибо за то, что посмотрели данное видео до самого конца. Те, кто не видел мои предыдущие видео, могут нажать вот здесь или вот здесь. А также тем, кому понравилась моя рожа или хотят быть в курсе новых выпусков, могут подписаться на канал. А для тех, кто считает, что я в корне неправ, оставляйте свои комментарии внизу. Как ВКонтакте, так и на Ютубе. Я везде их читаю и везде стараюсь отвечать. Всем удачи и всем пока. Увидимся в следующий раз. Блин. Честно говоря, я удивлю. Просто, ну что? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...